Капитального ремонта Огневская школа не видела с открытия. Это было практически век назад. Штукатурка осыпалась, коммуникацию старели. Крышу, правда, недавно починили. Жители сами латали ее за небольшую плату. Были выделены деньги, 500 тысяч, для того, чтобы мы перекрыли крышу. Конечно же, я считаю, что 500 тысяч было недостаточно. Но мы рады тому, что есть, потому что текло все, текло везде, отваливалась штукатурка. Видите, у нас ДВП. Сейчас, конечно, сухо. Наконец-то этот запах плесени ушел. У нас его нет, потому что все пахло этой сыростью. Нет и холода, в котором ученики занимались несколько лет. В этом году меценаты оборудовали соцобъекты села новым котлом. Стены, говорит директор школы, здесь крепкие и простоят еще не один десяток лет. Однако окна обветшали и продуваются. Физкультурой дети занимаются в ближайшем доме культуры. И для столовой нет спецпомещения, поэтому ее оборудовали в обыкновенном кабинете. Несколько классов учатся в старом доме священника и детском саду. Кабинетов не хватает. По поводу всех нарушений, школе постоянно шлют предупреждения от проверяющих инстанций. Проблемы решают точно на краевые отчисления. Точно нет туалеты. То ставят новые двери, сигнализацию. Капремонт запланирован в 2023 году, но огневцы пытаются сдвинуть срок на 2020. Некоторые подвижки случились. Краевые депутаты помогли составить проект ремонта. Обсуждалось, да, естественно, ремонт фасада, окна, внутри помещения ремонт, ремонт классов обсуждалось. Вот эти проблемы самые основные были. Столовую оборудуют по нормам, расширят учительскую, но об увеличении кабинетов и пристройке речи не идет. Уже в этом году обещали заменить окна. Правда, непонятно, как дети будут учиться, если их начнут менять зимой. Но директоры глава села все равно настроены позитивно. Говорят, ситуация сдвигается с мертвой точки. Глядишь к вековому юбилею школы, а это через 10 лет, здания все-таки обновят. Полина Жданова, Илья Халяпин. День с толком.